Существует множество примеров удивительной силы духа, когда человек преодолевал смертельные недуги или тяжелейшие травмы, и не только возвращался к жизни сам, но и ставил на ноги других. Один из самых ярких примеров таких людей – Кацудзо Ниши. Ученый, писатель и автор знаменитой оздоровительной системы «Золотые правила здоровья», по которой сегодня занимаются миллионы людей во всем мире, а в Токио создан целый институт. Его невероятно простая и столь же эффективная оздоровительная методика больше, чем комплекс рекомендаций и специальных упражнений. Это особый образ жизни, в котором главное правило – жить в унисон с законами природы, а цель – воспитать в себе привычку быть здоровым. Как писал Ниши в одной из своих книг, начинать работу нужно не с тела, а с головы. Только настроившись на здоровье, можно добиться успеха и победить недуг. И Кацудзо Ниши доказал это на собственном примере, прожив не 20 лет, отмеренных ему врачами, а 75. Он ушел из жизни не от старости, а от лучевой болезни, жертвой которой стали многие японцы после атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Ошибка многих людей в том, что они ждут, что кто-то другой придет и вылечит их. Ждать исцеления от другого – самоубийственно. Исцелить человека может только он сам. Все живые существа имеют заложенный механизм самоисцеления. Поверьте в это, ведь ваше здоровье в ваших руках. И для этого нужно сделать всего пять шагов, чтобы запустить механизм самоисцеления. Шаг 1. Не трати силы на жалость к себе. Кто не попадался на удочку жалости к себе, находя в ней утешение и успокоение, когда болен, мы упиваемся своими страданиями, отдавая последние силы, теряя самоуважение и разрушая себя все больше и больше. Вместо того, чтобы как лягушка пытаться выбраться из банки, взбивая молоко в масло. Когда я был болен, часто жалел себя. И каждый раз жалость к себе лишала меня сил, не приносила облегчения, но заставляла мучиться еще сильнее. Я понял, что жалость к себе – напрасная трата силы энергии. Тогда как силы и энергии нужны мне для другого, для выздоровления. Древние греки говорили, к себе нужно относиться, как к лучшему другу. И если друг попал в беду, мы подбадриваем, протягиваем руку помощи, пытаемся найти выход, а не тратим время на непродуктивную жалость. Верно? Станьте себе лучшим другом. Не трати время на жалость, которая истощает, не давая ничего взамен. Шаг второй. Перестаньте быть рабом своих внутренних страхов. Так уж мы устроены, все время чего-то боимся. Безденежья, одиночества, неприятностей, болезней. Вроде и повода нет, а мы уже придумали себе страшилку, и уже боимся изо всех сил, с космической скоростью заставляя ее материализоваться. Следите за своими мыслями. Не позволяйте одержать верх внутреннему голосу, коварно нашептывающему. Все бесполезно, чему все эти бесплодные усилия. И безнадежен. Перестаньте быть рабом своих страхов и тревог. Стоит только научиться одергивать себя при каждой негативной мысли, как вся жизнь начинает меняться в лучшую сторону, а с нею и самочувствие. Как говорил Кацудзе Ниши, главный закон здоровья гласит «Я себя чувствую так, как я о себе думаю». Об этом же написано в мудрой книге. Каковы мысли в человека, таков и он. Во всех книгах Кацудзе Ниши, красной нитью проходит мысль. Каким бы ни было самочувствие, какие бы недуги ни одолевали, каждый свой день через не хочу и не могу, нужно начинать с улыбки и слов. Я здоров, молод, полон сил. Мое тело – совершенное творение, в котором заложены мощные целительные силы, день за днем приносящие мне здоровье, бодрость, силу, уверенность. Шаг 3. Не живите прошлыми обидами. Обиды, как и жалость к себе, отнимают силы и разрушают здоровье. Тем не менее, многие не умеют прощать, превращая свою драгоценную жизнь в кладбище погибших кораблей. Человек, регулярно приносящий цветы на это кладбище, просто не может быть здоровым. Ведь любая отрицательная эмоция – удар по эндокринной иммунной системе. И чем больше непрощенных обид, тем меньше шансов на выздоровление. Тогда, как правда, удивительно проста. Избавившись от груза прошлых обид и потерь, отпустив прошлое, оставив лишь хорошие воспоминания, мы сами того не замечая, запускаем на полную мощность внутренние механизмы самоисцеления. Как написано в мудрой книге. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. Шаг 4. Не поддавайтесь гневу. По словам Ниши, после сильной вспышки гнева мы часто ощущаем физическую слабость. Это происходит потому, что выплескивая свои необузданные эмоции, мы теряем часть физических сил. Когда эмоции уходят, человек осознает, что не стоило давать волю гневу и тратить на это свою энергию. В приступе гнева наши сосуды могут лопнуть. В лучшем случае, человек потеряет здоровье, а в худшем – жизнь. Сколько людей в мире погибает от инсульта или инфаркта, не умея владеть собой, говорил Кацудзо Ниши. Не доводите себя до гнева. Научитесь владеть собой и своими чувствами. Как написано «Долготерпеливый лучше храброго и владеющий собою лучше завоевателя города». В крайнем случае, чтобы избавиться от приступов гнева, необходимо выпустить пар, загрузив себя физической работой, силовыми упражнениями или прогулкой пешком. Эмоции обязательно остынут, и вам от них не будет никакого вреда. В Японии знают о том, что сильных негативных эмоций лучше не допускать, потому что такие эмоции отрицательно влияют на внутренние системы и органы. Поэтому японцы всегда вежливы. Кацудзо Ниши именно в этом видел одну из причин долголетия японцев. И только сделав первые четыре шага в оздоровлении наших мыслей, став себе настоящим другом, можно делать пятый шаг, оздоровляющий наше тело. Шаг пятый. Шесть золотых правил здоровья. Они включают в себя упражнения, которые вместе с правильным настроем мыслей способны сотворить настоящие чудеса. О них я уже подробно рассказывал в предыдущих темах. Ссылки на эти упражнения вы найдете в описании под роликом. Остается добавить только одно. Не нужно перенапрягаться. Выполнять упражнения нужно в комфортном именно для вас режиме. Как говорил Кацудзо Ниши, полезно лишь то, что делается с удовольствием. Все остальное вредно. Друзья, сегодня вы прослушали тему «Пять шагов к привычке быть здоровым», предложенную Кацудзо Ниши. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы эту информацию для себя полезной? Если вам понравилась тема, поставьте лайк и поделитесь этим роликом с друзьями и знакомыми, чтобы как можно больше людей узнали об этом. Берегите себя и будьте здоровы. До новых встреч! С вами был канал Екклесиаст. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok